Как жизнь, ребята? С вами Бенни. Джо Байдену 81 сегодня, и в качестве подарка Джо Байден получил кучу насмешек в эфире CNN и Saturday Night Live. И он это определённо заслужил. Поглядите. Вы старый. Окей, ладно. Не уверен, что это вопрос, но почему бы нам не поговорить о чём-то позитивном, об экономике? Это было шоу Saturday Night Live, где посмеялись над возрастом президента Байдена. Сегодня его 81-й день рождения. Между тем продолжает нарастать обеспокоенность возрастом президента, а его рейтинг одобрения снижается, особенно среди молодых избирателей. Новый опрос NBC News показал, что Дональд Трамп на 4% пункта лидирует среди молодых избирателей. Это действительно важно. Это не гипотетический сценарий. Погрешность составляет чуть более 6 пунктов, так что можно списать всё на неё. Но это огромная разница с 2020-м, когда избиратели в возрасте от 18 до 29 подавляющим большинством поддержали Байдена с перевесом в 24 пункта. Проблема возраста становится серьёзным препятствием на пути переизбрания Байдена. 74% американцев считают, что Байдену не хватает выдержки и сообразительности, чтобы эффективно исполнять свои обязанности. Опрос молодых избирателей показывает, что Дональд Трамп теперь побеждает среди молодых. Может поэтому Джо Байден использует тактику привлечения молодёжи. Джо Байден сегодня в Белом доме говорил маленьким детям, кстати, мне нравятся дети больше, чем люди. Я бы хотел остаться с вами и посмотреть Вилли Вонку, но я не буду этого делать. В этот раз, боже, боже мой. Иногда становится... Чем они старше, тем труднее им становится скрывать, кто они на самом деле. Эти люди законченные монстры. И они выглядят как монстры и ведут себя как монстры. Джо Байден монструозно руководил страной. У Джо Байдена подбородок похож на задницу, похож на мошонку бурундука. Поглядите на этот подбородок, что это, чёрт побери, Джо Байден действительно монстр. И люди из его администрации говорят, что есть монструозный шанс проиграть следующие выборы с разгромом. Смотрите. Грустный день рождения, Джо Байдену исполнился 81 год накануне Дня Благодарения. И Белый дом запустил стратегию пузырчатой плёнки, чтобы попытаться предотвратить падение президента на публике. Это очень похоже на статью, опубликованную в Эксиос. Миссия команды Байдена — не дай ему споткнуться. Это было в сентябре. Ладно, едем дальше. Джо Байдену 81, он планирует провести скромный День Благодарения после помилования индейки в понедельник. Помиловать индейку — вот что надо сделать. Тем временем администрация применяет стратегию пузырчатой плёнки, чтобы не дать ему упасть на публике. Чувствуете уверенность в перспективах страны? Президенту неоднократно задавали вопросы о его пригодности к работе. Опросы эксперты говорят, что это большая проблема. Один из них, кстати, это стратег Барака Обамы, архитектор его политической карьеры, Дэвид Акселерод. Дэвид Акселерод говорит нам, эй, с этим парнем всё кончено. Советник президента Обамы Дэвид Акселерод называет возраст президента «большой проблемой». Последний комментарий Акселерода. Думаю, у него шансы где-то 50 на 50. Не лучше. Может, чуть хуже. Он думает, что может обмануть природу, и это большой риск. О, детка, когда начинают высказываться такие люди, всё так герметично закрыто и контролируется в стане левых. И когда люди, как Дэвид Акселерод, выходят и говорят такое, и открыто мешают семье Байденов, он это делает по команде. Ему говорят это делать. Вот как вся эта операция работает. Так? Какой тотальный, совершенный кошмар. Некоторые сотрудники по-прежнему считают, что он нуждается в защите, новая стратегия, призвана не дать ему потеряться на сцене, как это случалось неоднократно, и валиться с ног. Некоторые описывают это как упаковывание президента в пузырчатую пленку до ноября 2024-го, чтобы не дать ему споткнуться и упасть, как во время его речи офицером ВВС в июне. Другой бывший сотрудник администрации категорически не согласен и призывает его проявить активность и продемонстрировать энергию, хвастаться возрастом, а не игнорировать его. Ветеран предвыборных кампаний-демократов Саймон Розенберг разделяет это мнение и говорит, что Байдену следует говорить о своем возрасте и опыте чаще. Он преуспел благодаря своему возрасту. Как, например, в тот раз, когда наложил в штаны прямо в эфире. Те, кто не голосовал за ваши проекты, но пиарились на них. Забавно. Господин президент, спасибо. Большое спасибо. Здорово, что вы пришли к нам на программу. Спасибо. Не переключайтесь, сегодня очень волнующий день. И вот он уходит. Байден просто уходит. В прямом эфире Джо Байден просто уходит. Куда он пошел? Мы проанализируем все, что мы услышали. Куда он пошел? Есть еще кадры на тему. Вот он идет. Идет себе куда-то. Джо, куда ты идешь в Белом доме? Это Джо Байден у входа в Белый дом. Агент секретной службы явно показывает ему сюда, господин президент, в эту сторону. Направо по дорожке. Пожалуйста. Но затем Джо Байден продолжает просто идти в кусты. Всем пока! Он просто не... Он понятия не имеет, куда идет. Но знает, что хочет посмотреть. Вилли Вонку в комнате полной детей. И сам как дитя. Вернемся к статье, окей. Вот, кстати, все кадры с падениями Джо Байдена. Глядите. Смотрите, как он валится с ног. Боже мой, поглядите, это жалко. Мне не его жаль, ведь этот парень абсолютный монстр. Но на это трудно смотреть, будучи патриотом, когда тебе не безразлична судьба нации. И это вроде как сильнейший, самый могущественный человек в мире. Думаю, многих избирателей, в частности, молодежь, которых не отталкивают его политические взгляды и достижения, отталкивает его полный провал в качестве лица нации. И я не знаю, как это можно исправить. Велосипед тут не поможет. Лучшей надеждой Байдена является восприятие избирателями Трампа как плохого или даже злого отца, который хочет разрушить семью. Опасения по поводу возраста Байдена нарастают, а опросы никогда еще не были для него хуже. Опрос, проведенный Нью-Йорк Таймс, показывает, что Байден отстает от Трампа в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Байден впереди только в Висконсине на два процентных пункта. Это буквально может исправить одна встреча Трампа с избирателями. Все просто, леди и джентльмены. Все просто. Итак, важное напоминание, окей? Важное напоминание. Миссия «Не дай ему споткнуться». Что сотрудники Белого дома буквально показывают Байдена физиотерапевтом для упражнений на поддержание равновесия. И с тех пор, как он споткнулся, он носит другую обувь, другие теннисные туфли. Они всегда казались мне странными, эти туфли. Мы сделали об этом видео, когда он свалился. Типа, что это вообще такое? Оказалось, есть какая-то странная итальянская марка обуви. Очень дорогие. Очень непросто найти. У каких-то странных продавцов Италии мы смогли точно определить, какие именно это туфли. Похоже на подкову, да? Выглядит странно. Так что да, дамы и господа. Вот и дожили. Белый дом критикуют на CNN. И на SNL. С днем рождения, Джо. Никто не заслуживает поздравлений больше. Надеюсь, ты не падаешь духом. На избирательных участках яблоку будет негде упасть. Ха! Я так долго ждал, чтобы показать вам это. Так ждал. И вот момент настал. Подборка падений Джо Байдена. Смотрите. ...has allocated to invest in police departments and training of police officers. It appears as though the president did have a slight trip there as he's boarding. ... ... ... ... Субтитры подогнал «Симон»